Непризнание какой-то вещи позволяет нам не просто избегать ее запоминания, он формирует более комфортную картину мира, в которой никакой войны нет. Укропы, вратники, москали, да-да-да-да-да. Язык вражды, он является как бы началом, началом насилия или заменой насилия. Будут закрашивать надпись «Нет войне», так мы расклеим листовки про Лебединое озеро. Будут заклеивать про Лебединое озеро, мы будем оставлять 3 звездочки плюс 5 звездочек. Это способ показать, что мы есть, мы не согласны. Очень редко война в риторике властей прямо вот называется войной, да. Кажется, вот у нас реально последняя война, это была Великая Отечественная. После этого был ввод ограниченного контингента в Афганистан, операция по восстановлению конституционного порядка и контртеррористическая операция в Чечне, операция по принуждению к миру, просто операция. Почему избегают слова «война»? В 1948 году Орел пишет книжку, которая стала широко известной, он просто меняет две последние цифры, получается 1984, где описывается некое такое страшное, тоталитарное государство будущего, Океане, в котором, в частности, как бы сильно развит язык пропаганды, который использует два основных приёма. Первый приём – это сокрытие правды эфемизмами, то есть словами, которые описывают реальность лучше, чем она могла бы быть. И говорить вместо войны спецоперации или контртеррористическая операция, то вот этот приём и есть. Второй приём из языка пропаганды, который с лёгкой руки Орел стал называться «new speak», и на русский язык его переводят как раз словом «новояз», это переворачивание понятий. Война – это мир, любовь – это ненависть, и Министерство войны называется Министерство любви, как мы помним, в Орелле. И вот эти два приёма, они как бы широко применяются и помимо книги Орелла. И Орелл был военным журналистом, и он брал это как бы не из воздуха, он хорошо наблюдал военную действительность 30-40-х годов. Но вообще это появляется в советской системе, это появляется сильно раньше. В 20-е годы, прямо с самого начала, начинается очень жёсткое табуирование неприятных вещей. Например, нельзя было говорить «расстрел» и говорили «высшая мера наказания» или просто «ВМН». Отсюда бесконечные упоминания в письмах, что мы про отца ничего не знаем, он ушёл к Вере Михайловне. «Вера Михайловна» – это вот такая вот ироничная расшифровка вот этой аббревиатуры «высшая мера», то есть его расстреляли. В 30-е годы нельзя было говорить про голод в Украине и в других регионах. Это было категорически запрещено, можно было говорить только про ограниченность продовольствия. Слово «голод», «смерть», «голодная смерть» нельзя было упоминать в прессе. И дальше эта традиция продолжилась, поэтому в этом смысле, когда российские власти говорят о спецоперации, они как бы продолжают эту традицию. Но сейчас просто происходит какой-то всплеск всего этого. Кроме известных примеров про то, что нельзя говорить «взрыв газа», надо говорить «хлопок газа» и прочее, добавляется ещё, например, такой потрясающий пример современного новояза. Один из чиновников на днях, говоря про то, что смысл фразы был то, что с завода уволено несколько тысяч людей и без выходного пособия. Но как бы это слишком неприятная, тяжёлая новость. Поэтому про неё сказано так. Там сколько-то тысяч работников завода были высвобождены. То есть высвобождены – это как бы на самом деле уволены или отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Но они на этом новоязи, они высвобождены, потому что мы не говорим про неприятные явления. И поэтому этот неуспик, он прямо вот сейчас массово развивается, потому что непризнание какой-то вещи позволяет нам не просто избегать её запоминания, он формирует более комфортную картину мира, в которой никакой войны нет. Был такой знаменитый эксперимент, даже не эксперимент, было такое знаменитое описание, сделанное Бенджамином Уорф. Это был лингвист, основатель будущей теории относительности, лингвистической относительности Сипира Уорфа. Гипотеза заключается в следующем. Он был вообще химиком изначально, он приезжал с проверкой про безопасность на заводы. На одном из этих заводов наливали нефть. И он обратил внимание, что там было два зала, в одной стояло полные бочки, и в другой стояла бочка пустая. И были надписи «полная бочка, пустая бочка». Рабочие курили возле бочки, на которой было написано «пустая». И не курили там, где было написано «полная». Хотя любой человек с навыками, с навыками химикой, вообще с элементарным понятием безопасности, понимает, что там, где пустая бочка, тоже курить нельзя, потому что опасна не сама бочка, а опасное испарение, которое всё равно в этом помещении присутствует, вне зависимости от того, насколько бочка полна. Тем не менее, говорит Уорф, когда он говорил с рабочими, на них действовало само слово, что бочка пустая, «значит, можно курить». Это позволило ему основать свой тезис про относительность лингвистическую, про то, что язык формирует наше мышление. То есть так как мы описываем мир, мы так его и согласны видеть. Поэтому в мире, который представляет сейчас наше правительство, войны нет. А мы хотим мира, и всегда хотели мира. А то, что сейчас происходит, это ни в коем случае не война. Этот язык направлен на неразрушение главного советского такого ещё запрета. Всё что угодно, только не война. Вот война, она не должна прийти в наш дом. И чтобы людей от этого закрыть, защитить, на это работает новояз. Язык вражды. Я так понимаю, что конфликты между разными государствами, та же война, она ещё и язык, я так понимаю, рождает. И мы ещё можем этот народ как-то презрительно называть. Да. Язык вражды – это такое понятие. Но надо различать три очень важных вещи. В отличие от языка, от новояза, иезопового языка, язык вражды – это, в принципе, набор некоторых приёмов, которые дегуманизируют твоего противника, делают его, не знаю, сравнивают его с тараканом, с грязью и с прочим-прочим-прочим. Язык вражды может не обязательно использовать государство. Это может просто, вот в принципе, когда Марья Ивановна приходит домой и обнаруживает, что её муж Василий Петрович пропил всю зарплату, она хватает сковородку и кидается на своего мужа Васю с криком «Ах ты тварь!». В момент Марья Ивановна использует язык вражды. Она сравнивает его как бы не с человеком. И дальше вы можете легко представить, что дальше скажет Марья Ивановна и что ей ответит муж Вася. Это язык, он может быть не обязательно государственный и в принципе он в повседневной коммуникации используется и, к сожалению, часто, и он становится более интенсивный, когда происходит какое-то напряжение социальное, политическое и так далее. Но в ситуации как бы сильных политических конфликтов государство начинает использовать язык вражды как часть своего новояза для того, чтобы настроить одну группу против другой. возникает он в принципе, ну как бы люди очень поздно осознали себя единым человечеством. И даже сейчас это даже истинно не для всех понятно, судя по недавним выступлениям разных официальных лиц. А в принципе люди жили небольшими группами еще не очень далеком историческом прошлом. и как бы во многих языках многих культур название племени это и значит слово «люди». А все остальные как бы они не люди. И твоя задача максимально как бы берегать себя и не контактировать с другими людьми без надобности. И возникает очень много правил ограничений. И в частности при любой конфликт строится с того, что ты начинаешь доказывать, что вот те другие они как раз не являются людьми. Так возникает ксенофобия. Ксенофобия очень древняя вещь страх перед чужими. И отсюда язык вражды. То есть он в принципе механизм к сожалению свойственный человеческому роду. Но как бы с ним надо бороться, потому что в ситуации паники мы как бы легко люди не очень рефлексивны и легко на него переходят. И вот Мария Ивановна начинает кричать «Ах, ты тварь!» Ну, укропы вот такое слово оно как родилось? Укропы, ватники, укропы, вратники, москали, да-да-да-да-да. Это один из характерных языков, как бы примеров языка вражды, который очень хорошо распространился в 2014 году. На самом деле он тлел, и до этого люди начали вставлять его в речь свою, чтобы быстро промаркировать свою позицию. Понимаете, как бы эволюция языковых средств устроена таким образом, что мы выбираем то, что позволяет нам сэкономить усилия. Вставление языка вражды в свою речь быстро позволяет показать, кто я и кого я ненавижу. То есть можно зет налепить, а можно обозвать значит, укропом. Да. И язык вражды и так плохая вещь, когда он использует государство, это прямо электинизирует его, это прямо страшная вещь на самом деле. Когда с тобой долго разговаривают, сейчас даже не в контексте происходящего, а на протяжении долгих лет с тобой, с телевизора, официальные лица, те люди, которых ты называешь властью, долго говорят с тобой, используя язык вражды, с тобой что происходит? Ты этим как бы заряжаешься, ты тоже переходишь на этот язык. У нас есть несколько примеров, вот из недавней, например, это история войны Хуто и Туци, и чудовищный геноцид в Руанде, из давних примеров это война, это, собственно, граги на Холокост в Германии, и как бы и там, и там всё началось с языка вражды, и с дегуманином. То есть, что позволяет делать язык вражды? Он позволяет прочертить границы между мной и им. Вот я такой, а он другой. Соответственно, немецкая пропаганда рассказывала, что там евреи любят деньги, евреи не работают на земле, евреи как бы не такие, как немцы, евреи украли у немцев все деньги и прочее, прочее. Таким образом, проводили границы очень чёткие. Это первый этап работы языка вражды. В Руанде язык вражды работал таким образом, они говорили, что там тут все-то такие тараканы, они убивают, они вот не люди, они тараканы, они, так сказать, насилуют женщин, они убивают наших детей, то есть вот они как бы не люди, опять же. Вот, например, Федер Кастро на Кубе называл своих противников политических, кусанос, это буквально черви. Обратите внимание на политический язык Советского Союза времён Сталина. Те, кто был против, они назывались вредители, но вообще вредители это сисходяйственный термин. Это насекомые, которые вот вредят твоим поселам. Дальше, соответственно, когда эти символические границы приведены, то люди чувствуют, что вот как бы есть группа, которая уже не такая, как мы, она другая, а раз она другая, то к ним можно не применять те правила, к которым применяются к нам. И вот это вот и есть ключевой пункт, после которого просто использование языка вражды превращается в насилие прямое. Потому что, когда люди это осознают, что к этой группе других правила, которые применяются к моей группе, можно не применять, после этого к ним можно применять насилие и вербальное, и физическое. Ну и дальше эта группа других, она начинает выдавливаться из того пространства, подальше куда-нибудь, изгоняться, убиваться и так далее. Так что, в принципе, язык вражды, он является как бы началом насилия или заменой насилия. Есть же еще такая тема, как импортозамещение иностранных слов. Ну то есть, вот то, что происходит сейчас, да, там, дядя Ваня вместо Макдональдса, или вот эти все, эти периодически к нам возвращаются эти предложения о том, что давайте все вывески там на английском, да, заменим на русский язык. И я вот нашла, что это же было еще после войны в 1947-1948 годах борьба с низкопоклонством перед Западом, чуть ли не, значит, ганбол стал ручным мечом, французская борьба стала классической, вольно-американская борьба разделилась на вольную самбо. Это же тоже способ как бы дистанцироваться. Да, 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 да. Известный анекдот про защиту, физическую защиту, где молодой физик приходит защищать диссертацию и все время ссылается на какого-то Однокамушкина. Однокамушкин, Однокамушкин, как говорил товарищ Однокамушкин, как писал товарищ Однокамушкин, после защиты к нему подходят и говорят, кто такой Однокамушкин? Это я так перевел фамилию Эйнштейн. То есть по-немецки буквально один камень, Эйнштейн. И товарищ Однокамушкин, да, всплывают наши речи постоянно, когда мы хотим таким вот образом дистанцироваться, и тогда действительно вот этот вот государственный неуспик начинает отказываться от любых заимствований. Иностранных. В реальности это, конечно, недостижимая цель, это невозможно сделать. Но тем не менее такое происходит. Не исключено, что мы пойдем и по этому пути тоже. Тактику власти я понимаю, а с нашим мышлением что в этот момент происходит? Оно как-то меняется? У людей ограничены варианты ответных стратегий. Можно перейти к открытому протесту. Можно выходить с плакатами, можно рисовать наклейки и лешить их на стену, на бампер машины, на заднее стекло и еще что-нибудь. Как правило, это очень храбрые действия, и они, как правило, влекут за собой наказание по целому букету статей, включая абсолютно орунские статьи о фейк-ньюз за упоминание за дискриминацию российской армии. И если человек не может себе позволить выступать открыто, протестовать, то мы как бы сворачиваемся в протест, выражаемый так называемыми скрытыми транскриптами. Это очень хорошо описывал такой антрополог Джеймс Скотт для тоталитарных и фталитарных обществ, где разрывы между подчиненными группами и главествующими группами очень сильные, и мы как бы не можем ничего с этим сделать, и прямой протест несет очень много рисков, и тебя сразу прилетает дубинка, грубо говоря, или тебе сразу просит уголовный срок. Поэтому в такой системе люди вынуждены, их принуждают к выражению лояльности. Выражение лояльности это когда вот эта бесконечная переписка, когда ты получаешь в чатике информацию от завуча, что, пожалуйста, дорогие коллеги, учителя, давайте устроим флешмоб, выстроим детей буквой З, и еще, значит, везде на страницах контактах тоже напишем Z, своих не бросаем, что-нибудь такое. Вот это принуждение к лояльности, то, что Джеймс Котт называет паблик транскрипт, публичный транскрипт. От нас требуется публичное пространство вражение максимального лояльности. Здесь появилась буква Z, например, буква V. В ответ на это люди, конечно, испытывают разные чувства эмоций, и у себя в узком кухонном кругу они говорят разное, что не предназначено для ушей власти. Но между вот этим публичным транскриптом и то, что они говорят на кухне, происходит, простикает большой зазор, то, что называется санитарным кордоном. И люди выталкивают в этот санитарный кордон свое какое-то мнение, оно замаскировано. В этом мнении либо замаскирован отправитель, либо замаскировано содержание. Поэтому либо начинают люди рассказывать анекдоты, передавать слухи. И при этом что самое главное в передаче анекдотов и слухов? Мы не говорим, что это вот я сочинил, я придумал, а мы как бы говорим, что это вот там мне рассказали, я услышал анекдот, в очереди рассказали. Это с одной стороны анонимизация, то есть это не я, автор, а с другой стороны это ссылка на некоторое анонимное сообщество, которое разделяет это мнение и в которое верит. Второй способ это скрыть содержание, и так появляется эзопов язык как бы в противовес новоязу. И эзопов язык подразумевает распространение вот в этом санитарном пространстве между публичными транскриптами и скрытыми транскриптами спространение двойных посланий, которые надо прочитать. То есть эзопов язык, он противоречит ньюспику. Вот ньюспик новояз нам говорит, что нет никакой войны есть спецоперация. Люди распространяют разные шутки типа роман Толстого спецоперации и мир. А также в публичном пространстве пытаются делать свои высказывания эзоповым языком. Например, появляется огромное количество разных граффити с балетом. И люди, которые помнят советскую систему, помнят, как в позднее советское время балет «Лебединое озеро» ассоциировался с травмными днями, потому что часто пускали после смерти очередного генсека. А также когда была попытка переворота, ГКЧП в 1991 году тоже телевидение не работало, там шёл один сплошной балет «Лебединое озеро». Поэтому появление граффити с девушками с «Лебединого озера» или фразы «20 лет ждём балет» или, например, появление сначала трёх балерин, потом ещё пять балерин изображения – это такое сложное изоповое послание, в котором мы намекаем, что мы ждём смены руководства. Это ещё зашифрованное послание «Нет войне». Вот пример изопового языка. Изоповый язык он сражается с «Новоязом». Это два типа посланий, два типа управления языком. Вот сказали о том, что в этом санитарном коридоре появляется пространство для слухов, каких-то легенд, я так понимаю, городских легенд. Могли бы привести какие-то подобные слухи или что-то из прошлого? Что там появляется и что люди таким образом выражают? В этом санитарном кордоне появляется огромное количество разных слухов и о том, что у нас там всех скоро вышлет, и о том, что вернётся смертная казнь, всех инакомыслящих расстреляют, и о том, что отберут квартиры уезжающих. То есть слухи усиливают до предела идущей репрессии с одной стороны. С другой стороны, там много всяких слухов о том, что на самом деле происходит на территории Украины. Туда же вливаются всякие родительские чаты, в которые начали с бешеной, с бешеной силой сейчас распространяться довольно старые страшилки десятилетней давности про отравленную еду. И вот есть два таких как бы сильных родительских страха. Они безумно примитивные, они абсолютно бессмысленные, и они позволяют максимально дегуманизировать врага. это слухи про то, что наших детей, вариант наших солдат воруют на органы и с ними что-то там делают. И второй слух, еда, произведенная в Украине детская, она на самом деле отравлена ядовитыми веществами. И таким образом дегуманизируются украинцы. И это тоже попадает в этот санитарный кордон, и люди начинают как-то с этим взаимодействовать. И такие слухи возникают не без прямого влияния пропаганды, ну напомним например, что то нам рассказывают, что на территории Украины биолаборатории есть, где используется специальный избирательный вирус, который убивает только славян, а вот он не трогает почему-то украинцев. То изюганов, например, не моргнув глазом сказал, что мертвых солдат воруют на органы в Украине. Ну то есть всячески пропаганда пытается управлять людьми с помощью абсолютно такого первородного ксенофобского страха, потому что другие аргументы плохо действуют, когда люди все-таки слышат слово «война». Ну то же самое было и с Афганистаном, например, я так правильно понимаю, вот это вот отрезают уши, то есть какие-то тоже зверства совершенно. Разбрасывают мины в виде игрушек, вот это была популярная такая история, да. Но Афганистан все-таки это немножко другая история, потому что это происходило как бы не на нашей территории, не рядом с нами, это чужая страна, про которую мало кто чего понимал и мало кто чего знал, и это как бы все-таки воспринималось как нечто довольно далекое, а сейчас как бы это воспринимается как некий страшный процесс, который происходит с нами и с нашими братьями и сестрами. Есть такая прекрасная песня группы «Ногу свело», которую я нежно люблю, ее название «Матерное», поэтому не буду цитировать, но она вышла в прошлом году, но там есть прекрасный припев. «Горит на площади языческий костер», мы в нем сжигаем наших братьев и сестер. И вот это ощущение, что мы сжигаем наших братьев и сестер, оно как бы толкает людей на ведение той войны, которую они могут себе позволить внутри России. Знаете, в 1960-х годах молодой семиотик Умберто Эка, автор «Имя Розы» и множества прекрасных романов, написал маленькое эссе о том, как будет выглядеть сопротивление в будущее. Он сказал следующее, что вот все будет в будущем, власти сильных будет принадлежать вся медийная сфера, они могут легко это контролировать, как в воду глядел. И по такому щелчку могут все отключать. Знаете, отвлекаясь от темы, есть такой прекрасный советский анекдот, который просто вот абсолютно в тему. Как на Красной площади принимают парад и на трибуне стоят Александр Македонский, Наполеон и Брежнев. Александр Македонский говорит, а вот если бы у меня были бы советские танки, я бы завоевал весь мир. Там какой-нибудь еще завоеватель стоит, например, там, не знаю, Тамерлана говорит, а вот если бы у меня была бы вся советская пехота, я бы завоевал еще вторую половину мира. А на это Наполеон смотрит и мрачно говорит, а если бы у меня были бы советские газеты, никто бы не узнал про мое поражение при Ватерлоу. Так вот, ровно так оно и действует. Происходит тотальный контроль и по щелчку можно все отключить. И дальше, говорит Умберто Эко, мир замыкается, и слабые люди, они теряют доступ к передаче информации, они не могут и передать. Единственное, что остается людям делать и вести такую семиотическую войну. Семиотическую значит знаковую войну. Это означает, что они, получая сигнал от власти, они начинают ломать этот сигнал в процессе, в момент получения его. И таких людей Умберто Эко называл семиотические партизаны будущего. И вот сейчас мы все семиотические партизаны будущего. Там, например, мне присылают фотографии, я собираю огромную базу данных граффити. Что мы видим? Там, например, обычная надпись «Осторожно, опасная зона сосульки». Человек подбегает и пишет, к этой трафаретной надписи приписывает слово «Россия» и получается «Осторожно, опасная зона, Россия». Сигнал, идущий от власти, изменён. Вот это то, что власти семиотического партизана. Будут закрашивать надписи «Нет войне», так мы расклеим листовки про «Лебединое озеро». Будут заклеивать про «Лебединое озеро», мы будем оставлять надписи «3Х плюс 5Х». То есть 3 звёздочки плюс 5 звёздочек. Кое-где начали рисовать большие такие буквы «З». Соответственно, семиотические партизаны ночью в 2 часа ночи подошли и к букве «З» пририсовали с одной стороны букву «П», а с другой стороны букву «С». И получилось прекрасное слово, которое мы так все знаем и любим. Мой ещё любимый вариант, он тоже нецензурный, когда, значит, там ещё дописываются «АЛУП». Извините. Да, да, да. Да, ровно так. Вот это вот и есть семиотические партизаны. Есть сигнал власти, он транслируется. Семиотический партизан не может ничего с этим сделать, он не может закрасить все буквы «З», но он может одну из них изменить. А дальше происходит следующая интересная вещь. То, что понятно любому хорошему журналисту. Как бы сейчас актов сопротивления много. Нельзя написать про все из них. Но с какой вероятностью вот человек проходит Марья Ивановна по городу Питеру, например, и видит, например, надпись «Нет войне». Но она их много видит, она их уже не фотографирует. А вот, например, проходит Марья Ивановна по Питеру и видит вот буква «З», а вокруг неё появляется «П» и «Ц», например, или вот «АЛУПа». И она, её мозг это читает, удивляется вот этому несоответствующему. И считывает второй раз. Получается юмористический эффект, то, что мы называем как бы неюмористический эффект юмора, потому что такой юмор заставляет нас это запоминать. Марья Ивановна вынимает телефон, фотографирует, выкладывает в социальные сети, и дальше это распространяется, и с гораздо большей вероятностью об этом напишут журналисты. Соответственно, чем больше абсурда языковых игр, тем больше это привлекает медийное внимание. и дальше получается, что протестные знаки лучше продаются тогда, когда они более абсурдны. И тогда они лучше распространяются. Тогда тот, кто создал такой хитрый знак, вот такой хитрый, так хитро взломал вот этот вот сигнал от сильного, этот семиатический партизан, он выиграл. Потому что он один раз нарисовал буквы П и С вокруг буквы З, и это там коммунальщики затерли через, скажем, два часа. Но за это время фотография везде разошлась. Вот ровно этот процесс мы и наблюдаем сейчас в социальных сетях. Вот как устроена наша современная семиатическая война. И мы можем сказать, что да, это абсолютная фигня, полная такая фигня. Как бы люди умирают, люди умирают в Украине, и это взрываются дома, люди сидят без еды, света, воды и прочее, а мы тут всяческими играми развлекаемся. С одной стороны, это так. То есть как бы действительно ситуация абсолютно несравнимая. Вот такое сопротивление и смерть людей. С другой стороны, если люди ничего не могут сделать, это тот единственный способ, когда они могут оказать сопротивление и призвать других оказывать сопротивление, потому что это способ показать, что мы есть. Мы не согласны. Я записываю сверханонимные интервью с людьми, которые это делают, и они, как правило, чувствуют себя в ловушке. Они не могут себе позволить выступить с публичного своим именем. Ну, там, повесишь наклейку на свою машину «Нет война», и тебе прилетит протокол. Один протокол административный, а второй уже уголовка. То есть даже если ты это сделал, это количество действий конечно. То есть как бы дальше ты уже сядешь, а у тебя дети, а у тебя как бы жизнь. И поэтому они выбирают для себя семиотическую войну. Хоть что-нибудь сделать. И это, конечно, как бы создает ощущение протеста, очень важно. Это семиотическая война. Это мы впервые такое наблюдаем? Или, например, то, что происходило в Советском Союзе, это тоже какой-то такой прообраз, или про начало этой семиотической войны? Или это другой процесс? Нет, семиотическая война, она на самом деле более-менее всегда была, но просто в советское время был другой способ, другие способы контроля, и мидия, и всех остальных. Сейчас, например, то, что вот сейчас происходит, происходило в Беларуси. Два года назад, и год назад. Там, например, когда запретили вывешивать красно-белый флаг, знак независимой Беларуси, в Беларуси, например, в окнах ставили, не знаю, бутылка белого вина, бутылка красного вина, бутылка белого вина, например, или бумажки с надписью «Колчак», «Будённый», «Деникин» и прочее, прочее, прочее. То есть вот разного рода такие игры, показывающие, которые, опять же, работали ровно так же, это привлекало внимание, люди это фотографировали, это начало распространяться, и вот это вторая жизнь такого лозунга, такого знака, она была гораздо успешнее первой, сколько на это быстро срывали, а в интернете это распространялось. И такая конструкция не характерна для советского времени. Да, я вот, то есть это, наверное, к первой части моего вопроса, мы в целом, это как бы, это всё с приходом информационной эры, эры интернета, когда важно зафиксировать и отправить всем. Это вот свойство нашего времени, да? Да, символическое сопротивление поздних 70-х в кругах интеллигенции выглядело следующим образом. Например, вам кажется, что это тоже такое вот ничтожество. Там вместо советской власти говорит Софья Власевна, вместо КГБ говорит Галина Борисовна, то есть как бы инициалы, как бы сокращение официальных органов превращаются в инициалы и дальше воспринимаются как имя отчества какой-то тётушки. Но за этим стоит гораздо большая важная вещь. Это некоторое отрицание, признание легитимности этих органов. Ты как бы вынимаешь себя из этой системы, ты не называешь советскую власть советской властью, ты называешь презрительно страшное КГБ Галины Борисовны. И как бы она уже не такая страшная организация, а какая-то такая мерзкая тётка. И вот это вот очень важный момент, понимаете? Мы как бы его воспринимаем ровно так. То есть это позволяет нам построить дистанцию. Да, вот они могут меня посадить, арестовать, не давать на того и сё, а я строю себе свой маленький островок, на который нету советской власти и КГБ. И даже упоминать их не хочу. Я вот полностью от них от себя отстраняю. И это такая форма борьбы на самом деле имеет влияние на то, что происходит сейчас. потому что советские люди очень привыкли населять собой маленькие островки такие ментальные и выстраивать свою маленькую внутреннюю жизнь, в которой нету доступа властям. И максимально стараться не влезать ни в какую политику, потому что влезешь – убьёшь. И вот, собственно говоря, 20 лет последних в России, они очень поддерживали это стремление. Ну, давайте вспомним, как это всё было. Мы там все знаем, как разгоняли митинги в поддержку Навального, ещё чего-нибудь, но в реальности преследовали очень часто вообще любые попытки любого политического публичного действия. То есть вероятность того, что митинги Зои Защитников разгонят, была большой. Вероятность того, что разгонят каких-нибудь защитников исторических зданий тоже большой. То есть в реальности любая попытка проявления своей агентности в публичном поле «вот я выхожу и говорю, я хочу вот этого», она всячески преследовалась в обмен на неприкосновенность в личной жизни. В своей частной жизни ты можешь делать что хочешь, но вот туда несусь. Вот это вот пространство политическое, оно огорожено красными флажками. Поэтому история о том, что выборы куплены, что там не надо голосовать, и так все голоса заранее распределены, они как бы очень поддерживались властными структурами, потому что это только поддерживает эту выученную беспомощность. И поэтому люди привыкли к выражению недовольства, грубо говоря, на кухне, а публично они привыкли к выражению лояльности. Я вот спрашиваю милых тетушек, которые учителя, и говорю, букву «З» рисуете? Рисуем. Детей ставите? Ставим. Ох, как это Саша достал, просто вот не можем. Но надо, а то уволят, детей кормить нечем. То есть они не то, чтобы они рады, они прям совсем не рады, они по ночам плачут, но делают. Но это же шизофрения такая. Ты делаешь одно, а в голове у тебя другое. Ещё и тебе навязывают, как об этом говорить. Да, несомненно. Поэтому вот этот весь фольклор, который распространяется в санитарной зоне, он является таким способом хоть как-то ситуацию выправить. То есть тебя принуждают выстраивать детей буквой «З», и ты прямо очень сильно по этому поводу внутри материшься, сделать ты ничего не можешь, зато с чувством некоторого облегчения ты расскажешь, анекдот про букву «З». То есть фольклор возвращает нас к самим себе? Ну, фольклор позволяет протестовать там, где протестовать открыто нельзя. И это как бы одна из таких важных его функций современного политического фольклора. И поэтому, естественно, вот сейчас происходит взрыв всего этого, не надо удивляться. А военный фольклор бывает, связанный с войной непосредственно? Ну, бывает, конечно, куда же без него. Ну, к тому, что это скорее не про армейские какие-то, да, такие истории там, а это тоже такой на войне способ защиты, возвращения, да, как бы, к тому, что ты считаешь на самом деле, как ты на самом деле думаешь? Ну, например, во время Чеченской войны обеих Чеченских войн было страшно популярный слух, которые много верили о том, что существует отряд снайперов-убийц, полно состоящих из женщин, причем этих женщин какого-то прибалтийского происхождения, и они все носят белые колготки. Поэтому этот отряд назывался отряд снайперы белой колготки. На самом деле он существует, например, и в прибалтийских странах, и в Чехии про него рассказывать сюжет. Это вполне себе интернациональный сюжет, но если мы, ну, как бы, у любого слуха, у любой легенды есть некоторый скрытый месседж, вот как бы, причина, по которой люди передают информацию в такой, как бы, в этом виде. Это история про то, что на самом деле война разрушает все возможные табу. Все разрушается, все такой легкий налет цивилизации из себя очищается, и то, что в принципе не должно быть, женщины-красавицы превращаются в убийц и безжалостно всех убивают. И они, согласно этому слуху, самые большие, самые безжалостные убийцы. А анекдот? Вот как война может породить смешное? Понимаете, мы смеемся не из-за того, что нам смешно. Давайте вот сразу как бы это поймем. Реакция смеха устроена следующим образом. У нас в голове информация рассортируется по некоторым таким пачкам, некоторым таким паттернам. Назовем это фреймы. Например, есть типичное описание какой-нибудь ситуации, например, комнаты, или типичное описание, не знаю, выступления президента. Мы много раз эту ситуацию видели, и мы каждую новую опознаем по сопоставлению с предыдущей. И так устроено наше мышление. У нас очень много этих паттернов, миллионов. А дальше происходит следующее. Иногда какие-то части этих паттернов, слоты, они могут случайно совпасть. то есть один элемент одного фрейма совпадает случайно с другим. Если они очень далеко, наш мозг просто зависает, потому что он не понимает, он должен вот это распознавать или вот это распознавать. И происходит такой клаш. И человек либо застывает в ситуации такого когнитивного диссонанса, он не знает, что ему делать, либо он начинает смеяться. И это реакция смеха, это реакция на это несовпадение, которое выращается в том, что ему приходится информацию перерабатывать два раза. Именно поэтому, возвращаясь к нашу предыдущую моменту, граффити с двойным смыслом лучше запоминаются и лучше распространяются. И поэтому ситуация война, она настолько невозможна, она настолько тяжела, что там огромное количество вещей ломается. И мы это видим, и мы частично хотим этим делиться и поэтому возникают разные довольно жуткие анекдоты. Ну вот, например, серия микроанекдотов, которая сейчас появилась, очень популярна, она страшная, про то, как пленные звонят маме домой, навеянные репортажами разговоров российских пленов с матерями и своими близкими. Там звонит пленный домой, говорит, мама, я в плену. Сынок, купи доллары. Ну то есть вот этот анекдот, смотрите, что он говорит. С одной стороны, он сразу говорит про ту ситуацию, которая табуирована, и это очень важная функция юмора в таком обществе, пробивать стенку, сделанную из табу. Второе, это то, что таким образом ответная реплика мамы показывает, что даже будучи в плену в Украине, это лучше, чем быть в России. А были ли анекдоты из вот войн, не дохочется назвать их недавних, но войн, которые 80-е, 90-е, та же Чечня, Афган, это просто то же самое, то, что близко к нам. Ну, как бы, например, известный еще советский фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, вот советский, с Ливановым, нежно любимый последним советским поколением, да и тех, кто вырос в 90-е, тоже его часто показывали. И там, собственно говоря, есть знаменитая история, что в книге, когда доктор Ватсон и Шерлока Холмс знакомятся, собственно, доктор Ватсон приехал из Афганистана. Он был военный врач в Афганистане. В советских изданиях это несколько раз табуировалось, и в фильме это тоже табуировалось. И потом, и, собственно говоря, были анекдоты, что значит знакомиться, значит, вот первая сцена знакомства Шерлока Холмса с доктором Ватсона. Шерлок Холмс говорит, о, вы доктор Ватсон, наверное, вы из Афганистана. Откуда вы знаете Холмс? Потому что вы в Цинковом гробу. Вот он, пожалуйста, навскидку сразу то, что я вспомнила. Я просто сейчас сижу и думаю, про Чапаева, да, это целый прям ряд фольклоров, ну, потому что Чапаев очень далеко, а Великое Отечество настолько сакральное, что сейчас представить о том, что о ней были анекдоты, ну, прямо невозможно. Ну, там было много анекдотов, в частности, например, переговоры Сталина, Рузвельта и Черчилля, в котором, как бы, Рузвельт и Черчилль выступают как такие, ну, вменяемые люди, а Сталин, он выступает как такой сверхдиктатор, который может подавить всех. Ну, там, в одной из историй, вроде бы даже полуреальной, там, значит, они обсуждают передел мира, и Черчилль с Рузвельтом говорят, а вот, что по этому поводу скажет Папа Римский, на что Сталин отвечает, а сколько батальонов Папа Римского и прочее, прочее, прочее. То есть таких историй, таких историй, там, на самом деле, много, в момент войны много, но просто понимаете, они сохраняются, пока они несут какую-то важную нагрузку. То есть, и не просто для того, который услышал, но она быть настолько важна, что человек его запомнил и пересказал. Соответственно, вернёмся к той картине, которую нарисовал. Вот у нас есть два фрейма, и они схлопываются, и человек смеётся. И они настолько сильно повлияли, что это схлопывание было таким сильным, что человек запомнил с одного раза и дальше пошёл рассказал или пошёл написал, или отрепостил. Это как бы довольно сильное действие. Сейчас анекдоты возвращаются в устную сферу, и их стало очень много. И кроме новых анекдотов возвращается огромное количество старых советских анекдотов. Это тоже как бы очень значимо. Я как бы замокла на секунду, у меня перед глазами сразу встало несколько анекдотов. Каждый из них тянет на пару статей. Так что, в принципе, этот процесс происходит всё время, но они должны быть для нас актуальны. Мы должны это переживать как нечто, как какое-то нарушение правил для нас самих, и тогда мы будем его передавать. Когда эта история становится неактуальна, про эти анекдоты помнят уже как бы историки только. Что такое юмор весельников? Юмор весельников — это понятие, которое применялось сначала к анекдотам, исходящим из Советского Союза в 30-е годы, а потом его широко распространили, когда один исследователь написал письмо из оккупированной Чехословакии в 42-м году. Он написал письмо, в котором он написал, как чехи борются с оккупацией с помощью юмора. И, как сказать, рискуя своей жизнью, они распространяют очень мрачные слухи, шутки. И так возник термин юмора весельников, и он так стал широко распространён. И юмор весельника — это не совсем чёрный юмор. Чёрный юмор — это, в принципе, просто анекдоты на очень мрачные темы на грани возможного. А юмор весельника — это ситуация, когда вокруг настолько всё плохо, но люди при этом по какой-то причине выбирают такую смеховую стратегию ироничную. Ну, мы с вами уже говорили, почему это происходит. Потому что чем больше вокруг табу нарушается, тем больше твой мозг хочет на эту тему шутить. И чем больше ты чувствуешь себя, стремишься привлечь на свою сторону других людей, которые думают, как ты, то тем больше тебе хочется рассказывать таких анекдотов. Потому что человек улыбнётся, в ответ он идёт, значит, он думает, как ты. Человек, который не разделяет твою позицию, мозг будет по-другому эти фреймы соединять, и реакции юмора у него не возникнет. Что происходит со всеми этими явлениями? Ньюспик, новояс, изопов язык. Ну, окей, ньюспик со стороны власти, изопов язык, который рождён ему в пику. А после того периода, когда он был этим порождён, что-то остаётся, что-то уходит, и по какому принципу это отсеивается? Какие-то вещи просто сохраняются надолго, но это редкие, скорее, случаи. Ну, вот, например, высшая мера наказания, она сохранилась. Хотя, ну, как бы, мы понимаем сейчас, спустя век, что это такое. Но какие-то вещи, в основном, как бы засыпают. И эти все приёмы засыпают, чтобы проснуться снова, когда государство чувствует необходимость в них. Понимаете? И, соответственно, государство их достаёт из какой-то своей шкатулочки, а народ достаёт из своей шкатулочки свой язык. Ну, да, по крайней мере, вот так это всё выглядит. И поэтому так важно всё собирать и изучать. А работа над ошибками какая-то может быть вообще проведена в этом смысле? Не знаю, всем запретить не называть больше, не использовать слово «операция», чтобы все называли всё тем, чем оно является. Ну, вообще, признание лингвистической действительности – это одна из очень важных вещей. Ну, как у нас вот сейчас, на самом деле, на совершенно другом материале. Ровно об этом мы видим, когда мы обсуждаем процессы феминистические, когда феминистки говорят «давайте говорить слово «аборт», давайте перестанем стесняться слова «выкидыш», давайте женщины должны уметь рассказывать про выкидыши, не стесняться этого. Это тяжёлый травматический процесс, который может случиться с каждой женщиной, давайте не будем этого стесняться. Вот этот призыв к разрыву табу. Вот он, собственно говоря, очень много происходит в отношениях между мужчинами и женщинами прямо сейчас. Как происходила деноцификация Германии после войны? В частности, как бы люди говорили «давайте говорить слово «смерть», давайте говорить слово «газовая камера», давайте признавать, что мы убивали», потому что табуирование самих этих слов приводит к тому, что оно вымывается из нашего пространства, поэтому нарушение этих языковых табу важная часть борьбы за прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok